Эту фотографию прислал мне двоюродный брат, Юра, сказал, ну как она бывает, у меня так часто бывает, я ему косточки выслал, соседу подарил часть, сосед взял и вырастил, он еще по-моему ни одного плода не видел, а сосед вот вырастил, вот они такие, вот, с моих косточек, один, второй, ну все нормально, а третий начал подсыхать, и вот он говорит, что с ним делать, Ну во-первых, эту ветку отрезать, это уже все, ее не спасешь, она не восстановится никогда, запомните, прыскай, запрыскай, тонну этих всех флаконов, которые рекламируют везде и всюду, отрезайте эту ветку, все, к сожалению, вот, остальное пока слава, уже здорово, как она могла дойти до состояния, замерзнуть? Не, не могла, исключено, да, болезни на нее накинулись, Видно, что тут всегда все наоборот, не то, что об болезни, как вся наша современная наука, я вынужден сказать, исходит из того, что есть море вредителей, которые уничтожают деревья, вот, я единственный на всю планету говорю, здоровое дерево никто не трогает, вот, или мы это будем потом подробнее проходить, то, что видели, не хочу оттыкаться, сегодня в саду, вот, Это то, что называется пищевая цепочка, всем хватает еды, гитле, вот, все, все сытые, все довольные, деревья целые, только просьба сказать одно слово, перекреститься вас не увидят, ну, нет, вот, нет, это стыдно перекреститься, наука против, просто скажите, честное слово, я вам показывал, А, эти самые, яблони и абрикосы, хоть одну дырку видели? Нет, дырки есть, но те, которые я показывал, те там, где уже зарощено, это, дерном, хоть одну дырку видели? Нет. Нет, громче. Отверстий на листьях точно нет, есть тля, но немного, есть муравьи, и никто не страдает, и деревья не страдают, и урожай не страдает. И чем мы с вами сделали, выдвинули целую версию вдвоем на пару, это будет наше будущее. Да. Вот, значит, тля необходимый элемент, если дерево здоровое, никогда его не, это оно гробит деревья, только больные, здоровое, только заберет свое. То есть, никому не достанется лишнего, то есть, никто не съест ничего, дерево не пострадает, урожай не пострадает, и животные, все, и насекомые будут целые. А дальше, смотрите, тлю используют муравьи, а не одной дырки, потому что мы не нашли ни одного жука, ничего, чистейшие саженцы, так? Ой, саженцы. Да, верно. Деревья, так было? Да. То есть, мы продвинулись как, цепочка шла так, значит, муравьи, это санитары, они спасают, у них есть своя доля, это их коровники, как называть там, вот, это самое, или это, ну, короче, там, где они, за ним идет то, что мы им позволяем, для тлини ровно стоит, причем это на яблонях, на прикосах нет, ну, в общем, вот такая цепочка. В результате чистые деревья, на некоторых яблонях кончики схвачены, то муравьи сытые, работу знают, вот. Ну, а теперь, помните, как я не раз говорил, хохот в академическом зале, нет, деревья надо спасать, у них вторым тлю, задним муравьем, и полезли эти, после первого дождя, полезли, и это все проходил. Вот это вот, те самые муравьи, значит, когда я нашел кусок шланга и приспособил, открыл воду, оказалось, что там муравейник. Я подоблюдал за муравьями, вот, они спасли все до единого, это было на моих глазах, уже поздно было что-то менять, муравейник уже плавал в воде, видите, они спасли все свои эти личинки, все до единого, вот они тащат, видите, тащат, 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 вот, шланг лежал недолго, значит, они недавно заселились, я, конечно, расстроился страшно, вот. Хорошо, что Ганечкина ее видит, она бы сейчас быстренько их дотопила. Я рассказываю эту историю Ганечкина, писать для вас, вот. Вот, вы такие вещи не смотрите, потому что у вас есть сценарист, и есть этот режиссер, который вам говорят, иди и колеч дерево, иди и это самое, и поле уши со муравейника, вот. Ну, а история такая, идет документальный фильм, он настоящий, это не мультфильм, идет великое переселение муравейника, целое, это самое, такая, аж река течет, как будто, вот, вся эта толпа муравьев, их там явно сотни тысяч, если не миллионы. Я вынужден это сказать, скоро закончится мое время, вот, но я собираюсь с вами еще не сорок, а еще сто сорок сделать вебинаров, поэтому спешить не будем. Я хочу, чтобы вы поняли, что такое настоящая природа, вот, и какие мы самые тупицы по сравнению с другими обитателями. Я не жалею ни себя, ни вас. Так вот, Октябрина Ганечкина, они начали переправляться. Из муравьев был создан огромный, длинный, в несколько метров и шириной, довольно прилично, был создан мост. Муравьи сцеплялись друг за друга, был выстроен мост. Я еще к Дарвину вернусь, потому что по Дарвину это невозможно, вот, когда в слепой случае, и каждый думает, как бы, спастись, и это, вот. Организация недоступная человеческой расе. Построил был мост, настоящий. Ротация такая, несколько слоев, нижние слои, не успев захлебнуться, меняется верхняя за место нижних, и идет ротация. И по этому мосту движется толпа муравьев, ну, как колонна такой, в мосте идет колонна. Самый разгар, это не шутки, это все всерьез, я, как говорится, отвечаю за свои слова. Самый разгар, мост был разрушен тем, подошел этот самый слон, ну, вроде Ганечкины, и, даже не замечая их, не замечая, взял и прошел насквозь, уничтожив фактический мост. То есть огромная куча муравьев, сцепившись друг к другу, зацепилась посредине этого самого ручея, ручей шириной несколько метров, довольно быстро. Посредине они сцепились друг к другу, и получился плод из муравьев. То есть теперь это была уже не длинная полоса, а это было, как ее называть, это был действительно плод. То есть они, уже круг, круглое такое, огромное пятно на воде, они продолжали держаться. Это еще не все. При этом продолжали спасать друг друга, то есть верхняя и нижняя постоянно менялись. Те не успевали захлеб, ни один муравей не погиб. Ну то есть крупный план, все это было заснято, это уникальная съемка. Что в это время делали другие муравьи? Сказать? Они мост строили, и они строили, строили, строили. Они построили мост и эвакуировали всех до единого. Теперь вспомним наши потопы и трупы, которые текут. Вот, вы понимаете, уже это, вот это сверхцивилизация до 100 миллионов муравьев с абсолютными, вы представляете, пусть он небольшой город, но там 100 миллионов муравьев, это наше население России. Каждый знает свои обязанности, ни один не струсит. Только подойдите, он кинется в атаку, погибая. Кормят этих самых, потом что воспроизводят. Там настоящие фабрики и заводы, которые вы не знаете, поливая уксусом их. Это ладно, полили один муравейник. Знаете, мы с вами когда-то видели фильм «Не стреляйте белых лебедей». Пронзительный фильм. Там вот такой подонок, который просто муравейник ему мешал. Он же типа новый русский. Подошел, бензином полил и поджег. А этот стоял, который егер, и чуть не плакал. И только что он был такой безответный, как мы все. Я с тех пор запомнил. Я с тех пор просмотрел множество фильмов. Открылась невероятная картина. Невозможно себе представить такую организацию. А этот, в которой вот вроде бы холма. Да, я только первый попавшийся. Вы знаете, что это, какой вам вы табуретки не собьете. Там сплошная вентиляция. Здесь защита открывается в сухую погоду. Дождь это все закрывается, закупорится. Там кипит жизнь. Там спасают они этих самых. Там кормят своих детей. Они вот как здесь видели, кипятком поливают. Наконец-то выгорелся. Не могу, представляю, как вы это... В то время популярность была дичайшая. Несколько миллионов зрителей. Вы что натворили? Вам же теперь даже в церковь-то уже... Ведь это же божье создание, в конце концов. Вот привыкли, деревья надо уничтожить. Извесить. Почву изувесить. Все изувесить. Моравьев изувесить. А потом флаконы. Явно это самое, что вы нанято этими хозяевами. Флаконы. Купите то, купите то. Это придумать такое. Ладно, там еще много будет. Итак, сейчас я закончу. Почему? Значит, вот эта вот тема, которую мы начали. Это я называю абрикосовая крепость. Когда тут ряд абрикосов, когда тут ряд абрикосов. Мои многолетние наблюдения. Тли на яблонях минимум. Если бы абрикосов не было, все это было бы свернуто к чертой матери. Яблони перед тлей беззащитные. В одном случае, и тем более, если бы это было бы черный пар и отсутствие моравьев. Запомните, друзья, чем больше моравьев, тем чище деревья. И предельного количества дли никогда не бывает. Объясняю, почему. Не слышали? Для лакомства для моравьев. Они их жрут только так, получат тех самых, этих, божьих коровок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!